МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В российских колониях ужесточается режим содержания, чтобы заставить заключенных соглашаться поехать на фронт в Украину. Саммит НАТО в Вильнюсе одобрил план действий на случай нападения России, а также меры по укреплению восточного фланга Североатлантического Союза. Также сегодня. Что касается кассетных снарядов, я хочу, чтобы мы взглянули на это с точки зрения справедливости. Россия применяет, применяет постоянно кассетные снаряды на нашей территории, воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей. Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ намерены применять кассетные снаряды американского производства, хотя этот вид снарядов запрещен Конвенцией ООН. Прежде всего хочу сделать важное объявление. После пятничного выпуска 14 июля подкаст «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск, который продлится до 30 июля включительно. Теперь о главных темах дня. Киев третью ночь подряд подвергается атаке российских беспилотников. В результате многочисленных обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области погибли два человека, трое получили ранения. Об этом сообщает областная военная администрация. По ее данным, российские войска произвели более 70 обстрелов региона. Только по Херсону было выпущено более 30 снарядов. В Запорожье число пострадавших в результате вчерашнего падения, как выразились местные власти взрывоопасного предмета, возросло до 20 человек. Речь, как сообщает агентство «Интерфакс Украина», идет о российском беспилотнике, упавшем на жилые кварталы. По данным МВД Украины, среди раненых 8 детей. Довольно важное событие, которое, видимо, можно считать последствием недавнего мятежа под руководством Евгения Пригожина, произошло в российских войсках. Пока СМИ гадают, куда девался заместитель командующего российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ходят слухи, что его допрашивают по поводу связи с Евгением Пригожиным, командующий одной из воюющих в Запорожье армии генерал-майор Иван Попов сообщил публично, что отстранен от должности и резко раскритиковал свое начальство. Вот фрагмент опубликованного в социальных сетях обращения Попова к военнослужащим армии, которой он до недавнего времени командовал. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы. Я с самого начала был с вами честен, я с вами был откровенен. Я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала, в нашем случае до начальника штаба армии, генерал-майора Медведева. Потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Поэтому, честно вам говорю, вознила ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолонодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрабатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и увечиям наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, выявили мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащего военного силы Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло, обезла я в армию в самый тяжелый и напряженный момент. Но вместе с тем я остаюсь на связи постоянно для всех солдат и сержантов, прапорщиков в армии, для всех абсолютно 24 на 7. Любые проблемы, бытовые, семейные, тыловые, боевые, любые абсолютно проблемы, мы продолжаем работу в группе, я для вас доступен постоянно. Для меня честь стоять с вами в одном строю, горжусь, дорожу и буду делать все, что в моих силах и даже больше, для того, чтобы вам легче воевалось и в живых осталось как можно больше наших боевых товарищей. Продолжаем выполнять боевую задачу. Главное, это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений. Всегда с вами, всегда на связи. Ваш Спартак, мои гладиаторы, честь имею. Всем крепко жму руку, всем ребятам от меня огромный привет. Это был теперь уже бывший командующий 58-й армией российских войск генерал-майор Иван Попов. Занятно, конечно, что генерал Попов обращается к подчиненным гладиаторы, учитывая, кем были гладиаторы во времена Римской империи. Но объясняется это в первую очередь тем, что позывной самого генерала Попова – Спартак. Вообще тоже довольно неоднозначный позывной, учитывая, кем Спартак командовал. Это, как говорится, исторические ассоциации. Если серьезно, то не нужно быть военным, чтобы понимать, что такого рода публичная критика начальства абсолютно неприемлема для любой регулярной армии, особенно в период боевых действий. Говорить с уверенностью о том, что генерал Попов хотел, чтобы о его обращении было широко известно, нельзя. Попов упоминает в обращении некую группу, возможно, закрытую группу в социальных сетях. Но это обращение опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший генерал Андрей Гурулев. Это эксцентричный и завсегдатый телешоу на российских телеканалах. За примером далеко ходить не надо. Вот фрагмент заявления Гурулева по поводу саммита НАТО в Вильнюсе. Эти слова прозвучали в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». Нам бы надо, стоило тоже потренироваться, хотя бы в электронном виде, по нанесению ракетных ударов по саммиту НАТО. Этого не надо сильно стесняться, потому что цель жирная, интересная. И можно было бы показать, что мы, в принципе, готовы всю эту банду-то радостно отправить к Бандере. Уверенно. Думаю, здесь вполне нормальное явление, то, которое есть. Говорил депутат Государственной Думы Андрей Гурулев. У Гурулева на российском ТВ имидж этого бывшего вояки Правдолюба. Он не раз критиковал командование российской армии за пассивность, по его мнению, в Украине. Отмечал высокую боеспособность ВСУ. Но и он же в эфире одной из региональных телекомбаний призывал в начале войны россиянок не пилить своих мужей, чтобы те с горя не записывались добровольцами на фронт. В адрес Гурулева звучат сейчас упреки, что он подставил, как говорится, генерала Попова. Возможно, это и так, но не те, кто высказывает эти упреки, ни Гурулев, ни Попов, как бы ласково он не относился к своим гладиаторам, ни разу не сказали, что Россия ведет в Украине преступную войну. Кстати, компании, связанные с Евгением Пригожиным после недавнего мятежа, продолжили получать государственные контракты на поставки питания в школы и больницы. Как сообщает телекомпания RTVI, сумма девяти заключенных после 24 июня контрактов составила 1 миллиард 64 миллиона рублей. ЧВК «Вагнер», как известно, больше не вербует заключенных на фронт, этим сейчас занимается Министерство обороны России. Несколько дней назад заместитель председателя Думского комитета по законодательству Ирина Панькина объявила, что на 1 февраля этого года число заключенных в российских колониях достигло, как она выразилась, исторического минимума. А председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников назвал несвоевременной идею объявления амнистии в связи со столетием образования СССР. Такая амнистия раньше планировалась. Все это косвенное свидетельство того факта, что Министерство обороны не справляется со спущенным ему планом по вербовке заключенных. Одновременно правозащитники фиксируют резкое ужесточение условий содержания заключенных в колонии. Вот что в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой рассказал основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. Сейчас идет огромный отток желающих, если раньше кто-то слушал пропаганду и мечтал попасть либо на Аллею Славы, либо стать героем России и заработать много денег, наслушавшихся вербовщиков из ЧВК «Вагнер» и из Министерства обороны, которые вербовали тысячи осужденных для отправки в нынешний отряд, который называется «Шторм-Зетт», вот это специальное формирование «Преданные силы», то сейчас огромное количество заключенных отзывают свои согласия и отказываются ехать на войну. В какой-то очереди в кабинетах у начальников учреждения с желающими записаться и быть отправленными в эту мясорубку просто нет. При этом есть четкий запрос, есть команда сверху. Они должны как минимум тысячу человек в сутки поставлять новых для отправки. И с этим связано как раз ужесточение режима в подавляющем большинстве российских колоний. Внеплановые обысковые мероприятия, тренировки сводных отрядов и отделов специального назначения в СИН. В целом ситуация стала намного хуже, чем была еще два года назад, когда были какие-то небольшие улучшения на фоне публикации архива пыток, отставок и уголовных дел. Эти данные из целого ряда источников и от сотрудников центрального аппарата СИН и от Министерства обороны, которые в целом считают, что они должны ежедневно для того, чтобы сдерживать контрнаступление Украины, ставить под ружье тысячу заключенных, для того, чтобы как минимум не терять позиции и, возможно, где-то даже продвигаться вперед. Ну, конечно же, никакой амнистии в ближайшее время не будет. Ожидать ее глупо и бессмысленно. Наоборот, идет скрытая мобилизация. И госкорпорации на свободе пытаются рекрутировать с помощью очень больших денег, как можно большее количество людей на войну. И в СИН от этих госкорпораций не отстает. Они действительно стараются выполнять план по отправке заключенных на фронт. У них есть несколько видов вербовки. Первый, базовый, который всем известен, это приезд вербовщиков Министерства обороны, которые начали активно приезжать, начиная с февраля-марта этого года, для вербовки заключенных именно в эти спецотряды, спецформирование «Шторм». И есть вторая история. Они понимают, что есть определенная часть мужского населения, которые против войны. Кто-то по политическим мотивам не хочет принимать участие в этой подлой преступной войне. Кто-то по соображениям чувства самосохранения, кто не хочет принимать участие в войне, потому что там легко можно лишиться конечности, а можно просто быть убитым. И вот таких отправляют теперь по УДО. И как только человек проходит суд и его освобождают, перед выходом из колонии его уведомляют о его обязанности подписать повестку и явиться в военкомат через две недели. Дают две недели провести дома с родными и с близкими, а потом военкомат и уже, соответственно, та самая так называемая частичная мобилизация с отправкой на войну уже в качестве мобилизованного. Вот что сейчас происходит. Если человек этого не делает, конечно, его обратно запирают в исправительную колонию и продолжаются все эти издевательства, и опять к нему приходят вербовщики, которые сейчас уже начали возвращаться в колонии буквально каждые две-три недели в одни и те же учреждения, откуда они уже выгребли определенное количество осужденных, они опять приезжают и опять вербуют. Но если раньше счет шел на сотни человек, им удавалось с каждой колонии набрать 100-150-200 человек согласных, то сейчас счет идет на десятки или даже на единицы. Практически нет уже желающих, и желающие закончились. Большая часть из них уже погибло, убиты, либо тяжело ранены. И поэтому сейчас именно с этим и стоит задача перед ФСИН выполнять план. А план они могут выполнять только ужесточением режима, нарушениями прав человека, избиениями, созданиями невыносимых условий, чтобы люди оттуда старались вылетать, как пробки из бутылки шампанского. Особенно опустили сильно промзоны. Уже где-то в некоторых промзонах по 30-40% от наличия рабочих мест. И, соответственно, эта нагрузка, она, двойная нагрузка, теперь ложится на плечи тех, кто остается в колонии. Опять же, ухудшается их положение. Теперь им приходится вырабатывать двойную и тройную норму за одни и те же деньги. И все больше и больше система становится пыточной. То есть за этот год произошло резкое ухудшение уровня соблюдения прав человека в российских колониях. Это был основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. Фрагмент его интервью Марьяне Тарачешниковой. И полностью это интервью можно прочитать или посмотреть в программе Марьяны Тарачешниковой. «Человек имеет право». Это всегда очень интересно. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 июля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Вновь вернусь к итогам саммита Североатлантического союза, завершившегося в Виннюсе. Мы уже подробно обсуждали политические итоги саммита. Теперь о некоторых практических, но очень важных деталях состоявшихся переговоров на высшем уровне. На саммите обсуждалось предоставление украинской армии кассетных снарядов, находящихся сейчас на американских складах. Этот вид снарядов запрещен во многих странах специальной конвенции ООН, которой, правда, ни США, ни Украина, ни Россия, ни ряд других стран, в том числе государств-членов НАТО, не присоединились. Еще во время работы саммита в Виннюсе министр обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что российская армия тоже применит кассетные снаряды, если ими будут пользоваться вооруженные силы Украины. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта. Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединились к конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. В случае поставки Соединенным Штатам кассетных боеприпасов на Украину, российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины. Это был министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу не упомянул, правда, что российские войска уже давно и многократно применяли кассетные снаряды в Украине, чему есть немало документальных доказательств. Следует отметить, что правозащитные организации выступают против применения кассетных снарядов и бомб, поскольку они представляют собой особую угрозу именно для мирного населения. Но вопрос о кассетных боеприпасах на саммите НАТО в Вильнюсе пришлось отвечать и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Зеленский напомнил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на своей территории и их целями являются исключительно российские военные объекты, так что использование таких боеприпасов украинской стороной вполне обосновано. Что касается кассетных снарядов, я хочу, чтобы мы взглянули на это с точки зрения справедливости. Россия применяет, применяет постоянно кассетные снаряды на нашей территории, воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей. Уже долгие годы постоянно используют кластерные снаряды. Ту помощь, которую мы можем получить от Соединенных Штатов, если говорить о кластерных снарядах, мы будем применять исключительно против военных целей и исключительно на временно оккупированной территории Украины. Это абсолютно контролируемо и не будет использоваться больше нигде. Это был президент Украины Владимир Зеленский. В общем-то, ни для кого не является особым секретом тот факт, что вопрос о предоставлении Украине американских кассетных боеприпасов стал из-за того, что запасы снарядов на складах стран НАТО после 500 дней войны истощаются, а украинская армия по-прежнему в них очень нуждается. И сейчас, даже во время наступления, вынуждена расходовать боеприпасы крайне экономно. Кассетные снаряды — не самый эффективный вид боеприпасов, а особая опасность их для мирных граждан заключается в том, что довольно значительная их часть не разрывается сразу. Обнаружить и обезвредить остатки таких боеприпасов очень сложно. И как раз из-за этого мирные граждане получают ранения или даже погибают уже после окончания боевых действий. На это обращает внимание украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Сейчас работа артиллерии идет исключительно по фортификационным сооружениям, по позициям российских войск. И просто кассетные эти боеприпасы, просто как такая временная мера до того, как Украина начнет получать полноценное, ну, нужное количество, ну, так сказать, нормальных боеприпасов. Осколочно-фугасных, бронебойных и такого прочего. Поэтому кассетные боеприпасы будут менее эффективны, чем осколочно-фугасные. Но очевидно, что на складах европейских армий снарядов очень и очень мало. Тут проблема не сколько в их применении, потому что если не стрелять осознанно, по-гражданским, то ничего и не будет. А проблема в том, что все эти кассетные боеприпасы имеют процент неразрывов. То есть, какой-то 2,5%, 3% снарядов, они просто не взрываются. И представляют угрозу уже для гражданского населения после войны. И после применения таких боеприпасов, большое количество гражданских жертв уже после окончания войны, и они могут лежать годами. И очень тяжело их разминировать, очень тяжело их находить. Сапером это не мины, это совершенно другое по размерам. И поэтому именно из-за воздействия на гражданских, именно поэтому идет запрещение. Не потому, что они наносят там какой-то вред, очень серьезный боевой, а именно потому, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют большую опасность. Все всегда ощущали угрозу со стороны России, поэтому оставляли себе возможность применять аналогичное оружие, которое есть у Российской Федерации. Мнение украинского военного эксперта Михаила Жирохова. В том, что касается саммита НАТО в Вильнюсе, средства массовой информации, конечно же, уделили особое внимание вопросам, связанным с перспективой вступления в НАТО Украины и с борьбой Украины против российской агрессии. По понятным причинам, этим вопросам особое внимание уделяем и мы. Тем не менее, еще до приезда в Вильнюс президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером, до того, как стали бурно обсуждаться формулировки, касающиеся приглашения Украины в НАТО, лидеры государств Североатлантического Союза приняли два ключевых стратегических решения. Первое — это план действий на случай нападения на страны НАТО со стороны России. Как мы видим, в НАТО считают такую угрозу вполне реальной. Это очень подробный, секретный план. Были также приняты меры по укреплению восточного фланга НАТО, который примет на себя первый удар в случае такого нападения. Мой собеседник — независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. В прессе мне приходилось встречать сообщения о том, что вот этот план действий НАТО на случай нападения России принят чуть ли не впервые после окончания Холодной войны. Правда ли это? И насколько вообще важное событие сам факт принятия такого плана? Да, сообщения такие были. Насколько я понимаю, они полностью соответствуют действительности. По крайней мере, тому, о чем говорят в официальных заявлениях руководители НАТО и тех или иных подразделений штаб-квартиры. Действительно, впервые после окончания Холодной войны, то есть после 1991 года, Североатлантический альянс принял, ну, не план, это называются региональные планы, то есть планы действий, расписанные по всем регионам, где, возможно, вооруженная борьба между странами НАТО и России, начиная от Арктики и кончая, насколько можно понять, Восточным Средиземноморьем и Черноморским бассейном. Планы эти строго секретные. Это очень объемные документы. Появлялись сообщения в прессе о том, что в Вильнюсе главам государств членов НАТО, видимо, они были ознакомлены с этими документами, но я не уверен, что они прочитали все 4000 страниц. И, соответственно, полностью знают, как должны действовать вооруженные силы и альянсы в том или ином регионе. Причем это расписано, как я понимаю, с достаточно большой степенью детализации, ну, как минимум, да, по бригадным боевым группам. То есть, в общем, все становится ясно, сколько войск, в каких условиях должно быть выделено в состав тех сил, которыми командует военное командование НАТО, прошу прощения за технологию, где они должны быть сконцентрированы в угрожаемый период, и как они должны действовать, там, скажем, в день Д, в день Д плюс один, там Д плюс два и так далее. Вот то, что известно, принятие этих планов столкнулось с определенными трудностями, связанными с тем, что Турция потребовала изменить название некоторых мест в Восточном Средиземноморье, но и, в частности, говорить не Северный Кипр, а, как они называются, Турецкая Республика Северного Кипра. Ну и какие-то еще были с турецкой стороны какие-то терминологические требования, они были успешно преодолены, а вот как преодолены, я не знаю. Честно говоря, ну, не суть важна в конечном итоге, как называется вот эта северная часть Кипра, но для военных тем более. Ну, это вопрос, так сказать, скорее политиков и дипломатов. Мы сейчас говорим об очень детализированном, но, насколько я понимаю, стратегическом плане действий, и все-таки еще были приняты на состоявшемся саммите решения, касающиеся укрепления восточного фланга НАТО, ну, то есть речь идет о государствах, граничащих с Россией. Насколько эти меры действенны, насколько серьезные меры были приняты, по вашему мнению, на состоявшемся саммите? Прежде всего, нужно сказать, что сам по себе факт разработки и утверждения вот этих региональных планов свидетельствует о том, что перспектива реальной войны между Россией и НАТО, как альянсом, как организацией, военно-политической организацией, рассматривается в Брюсселе как вполне реальной. Вот это самый главный факт, понимаете, сам факт появления этих планов. Это свидетельство того, что война считается реальной. Но что касается укрепления восточного фланга НАТО, да, были сообщения о том, что увеличена численность войск, которые должны быть выделены странами-членами НАТО в случае конфликта с Россией, ну а такой конфликт с Россией, скорее всего, развернется именно в зоне восточного фланга, должно быть доведено до 300 тысяч человек. Опять-таки, это не означает, что непосредственно под командованием военных структур НАТО находится вот такое количество войск. Дело в том, что страны-члены НАТО в своем национальном качестве выделяют определенную часть своих вооруженных сил, которые в случае конфликта будут переданы под командование блока. В мирное время они находятся в распоряжении правительств национальных государств, но они готовятся, тренируются, обучаются и вооружаются в соответствии с требованиями и стандартами НАТО. И, соответственно, в условиях, когда объявляется определенная степень боевой готовности, они переходят под командование Альянса. Общая численность соединений такого подчинения теперь будет составлять 300 тысяч человек. Это достаточно много, потому что если, скажем, боевая бригадная группа, ну стандартная боевая бригадная группа, войск НАТО, это порядка пяти-шести тысяч человек, ну, соответственно, можно посчитать, сколько таких групп готовится для войны с Россией. 300 тысяч разделить на пять будет 60, я так понимаю. Значит, 60 боевых бригадных групп – это немало. Принятие странами НАТО плана действий на случай нападения со стороны России, а также меры по укреплению восточного фланга Североатлантического Союза мы обсуждали с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам – популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Еще раз напоминаю, что после 14 июля подкаст «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова